В продолжение медицинской темы, рак молочной железы – лидер женских онкологических заболеваний, при этом поражает он и мужчин. Ежегодно в мире отмечается около полутора миллионов случаев возникновения этой болезни. Примерно третий из них заканчивается летальным исходом. Сейчас по всей стране Минздравом России объявлена неделя профилактики онкологических заболеваний. Вероятность развития рака молочных желез в 30 лет 1 на 230 человек. В 40 вырастает в три раза. Ранняя диагностика спасает жизнь. Профилактика заболевания – ежегодное посещение врача. Я стараюсь ответственно подходить к своему здоровью, хотя бы раз в год приходить к врачам на прием, в том числе, так как я девушка, прихожу к гинекологу. В будущем планирую беременность, хочу здоровых детей. В целях профилактики этого страшного заболевания женщины до 40 лет проходят УЗИ молочных желез. Старше – мамографию один раз в два года. В больнице Андрея Первозванного эту процедуру проходят на новом оборудовании. Техника позволяет диагностировать опухоль величиной даже полсантиметра. Самое главное для нас – это повышение разрешающей способности изображения, на котором мы можем более четко определять новое образование у женщин. Уменьшает погрешности при фотопроцессах, которые были при использовании аналогового оборудования. Значительно снижает, уменьшена нагрузка лучевая. Профилактические осмотры женщины могут проводить и самостоятельно. Любые втяжения или уплотнения – даже не болезненные. Повод для беспокойства. Выделение, особенно кровенистые. Повод бежать к врачу. Пришла женщина, значит, на прием, экстренный прием, говорит. Меня беспокоит просто кровенистые выделения. При обследовании оказалось, что у женщины полностью обе молочной железы, значит, поражены раком молочной железы. И до такой степени, что не только из соска, из самых молочных желез, уже полностью из образования уже сочилась кровь. И полностью обе молочные железы были деформированы. Ежегодно только на участке Зульфиры-Минсадыковой в среднем выявляется до 10 случаев подтвержденной онкологии молочной железы. С любыми подозрениями на рак женщины отправляют в онкодиспансер. Но чтобы не дожидаться крайностей, стоит проходить профилактическое обследование. 14 февраля у нас будет некий такой день открытых дверей в маммографическом кабинете. Любая женщина по своему желанию может пройти маммографическое обследование без направления. Кабинет будет работать с 8 утра и до 6 вечера. В другие дни обследоваться можно по направлению своего гинеколога. Ежегодно маммографию здесь проходят 4000 женщин. Элла Шахова, Михаил Державин, Вести Ульяновск. Элла Шахова, Михаил Державин, Вести Ульяновск.